Чернобыльская зона – искусственный заповедник, созданный человеком, преобразованный радиацией и существующий отдельно по собственным законам и правилам. Множество мутаций, произошедших и в животном, и в растительном мирах, просто ужасают. Эта информация засекречена, и о многом можно узнать только из собственного опыта. Несколько лет своей жизни я посвятил изучению местной флоры и фауны, и сейчас расскажу кое-что из того, что видел и знаю. Итак, сначала о животных. Чернобыльские зайцы с рождения теряют шерсть и быстро прибавляют в размерах. Взрослые особи достигают метра, имея вес около 60 кг. У них огромные когти и острые зубы, которыми с легкостью перегрызают стволы молодых деревьев. Никакие бобры не сравнятся с ними в этом умении. Зайцы собираются в стада по 50-70 особей и охотятся на мелких грызунов, крыс и змей. Глаза ярко-красного цвета светятся ночью, как и у других хищников. Одно из немногих животных, кто не боится выбегающих на охоту стад зайцев, это чернобыльские волки. Они всегда одиночки. Шерсть очень густая и грубая, способная защитить кожу даже от самых сильных укусов. Из зубов всего два клыка кинжала. Ими они протыкают шею жертвы и потом разрывают еще живой. Раскромсав до нужного состояния, волки огромными кусками глотают теплое мясо вместе с костями. Их желудки способны переваривать даже копыта лосей и рога оленей. Логовом им служат подвалы домов по окраинам города. Там они спят днем, а за полночь выходят на охоту. Главный источник для пропитания – безногий кабан. Ввиду мутаций кабаны стали рождаться только с передними лапами. Передвигаются исключительно ползками, отталкиваясь ими и опираясь на мощный пятак, который одновременно служит сигнализатором опасности, исходящий от волков. Кабаны чувствительны к запахам, но абсолютно слепы. Едят все, что может расти на земле, но не брезгуют и недоеденными кем-то полуразложившимися останками животных. Потому как их любимое лакомство – любая падаль, обильно покрытая мухами и трупными червями. Живут они в норах, окапываясь до тех пор, пока на поверхности не остается только пятак, за который их и вытаскивают ночами волки. Также в Чернобыльской зоне обитают бесхвостые кошки. Размерами они чуть крупнее домашних, но гораздо свирепее и сильнее. Днем спят на верхушках деревьев городского парка, а ночами охотятся исключительно на водных обитателей Припяти. В кромешной тьме они заходят в воду и по звуку и вибрации обнаруживают рыбу, которую молниеносно хватают своей пастью, полной мелких, но острых, как бритва зубов. Главной опасностью для бесхвостых кошек является гигантский сом. Это настоящий хищник и гроза Припяти. В длину до 6 метров, зеленовато-черного цвета, абсолютно беззубый. Днем он охотится на мелких рыбешек, просто открывая пасть и глотая все, что проплывает мимо. Основным его рационом ночью являются кошки. Сомы, подобно крокодилам, рыскают рядом с берегом, то и дело выбрасываясь на сушу и целиком хватая зазевавшуюся кошку. Та проглатывается сразу и еще несколько минут борется за свою жизнь, находясь в рыбьем желудке, прогрыз толстые стенки которого просто не успевает, задыхаясь и умирая от недостатка воздуха. Ну а царем природы Чернобыльской зоны, как ни странно, стали собаки, потомки, когда-то одичавших домашних питомцев. Путем многолетних мутаций вывелась популяция, способная давать потомство и обеспечивать выживание себе и своим сородичам благодаря несравненному преимуществу перед другими. Наличие двух голов и шести лап. Две головы, способные видеть свою жертву в радиусе 360 градусов, способны разрывать любое животное в считанные минуты. Шесть лап позволяют развивать скорость до 80 км в час, настигая кого угодно. К слову, вся зона поделена на отдельные известные всем животным сектора, где отдельно живут собаки и отдельно волки. Эти два хищника стараются не встречаться. Однажды, став невольным свидетелем драки собаки и волка, я понял, что у последних почти нет шансов. Волк пронзил своими клыками одну голову собаки, когда как вторая вырвала огромный кусок с его шеи и тот захлебнулся собственной кровью. Мертвую голову собаки помогли отгрызть ее сородичи, а потом тут же скормили молодым щенятам. Из пернатых представителей Чернобыльской зоны остались только вороны. Эти черные твари имеют свойство выклевывать сначала глаза, а потом уже живьем съедать человека. Да, они охотятся только на людей. Остальные звери остерегаются воронов и обходят высокие сосны и дубы, потому как только в ветвях этих деревьев живут эти страшные хищники. Одного человека достаточно, чтобы накормить популяцию из ста птиц, круглые сутки ожидающих на дереве, пока кто-то по глупости или по незнанию решит пройти под ними. Сразу две птицы выклевывают по глазу, и через несколько секунд десятки облепливают несчастного, раздирая за 10 минут и не оставляя после трапезы ничего. Что касается растений, то самым интересным тут является кислотный гриб. После дождей он впитывает влагу, и потом вокруг своей ножки преобразует ее в виде небольшой лужицы, которая не высыхает даже в жару, поскольку почти на 98% состоит из сильнейшей кислоты. Случайное животное, вздумавшее напиться воды, тут же умирает в страшных муках, а разложившись, становится пищей для гриба, корни которого оплетают падаль и высасывают все ее соки. Этот гриб может вырастать до 50 сантиметров в высоту. Друзья, и это я рассказал только о малой части того, что видел. Если вам интересно узнать и о других представителях флоры и фауны Чернобыля, а также о их повадках, способах охоты и выживания, то обязательно ставьте лайки, напишите свой комментарий и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!